Привет! С вами Шамиль и мы снова в Дахабе. Я работаю сейчас над циклом обучающих видео, посвященных выходу на глиссирование. За много лет практики обучения я разработал систему, в которой разбил выход на глиссирование на отдельные составляющие части, которые включают в себя самостоятельные звенья техники, их очень легко понять, почувствовать и проработать отдельно друг от друга. Именно эта система помогает моим ученикам в кратчайшие сроки добиться яркого результата. Мы сняли это видео прежде всего для тех, кто учится выходу на глиссирование и осваивает трапецию. В этом видео я разберу подробно навыки контроля тяги в парусе трапецианным крючком. На этом этапе все допускают классическую ошибку, а именно придерживают тягу в парусе руками. Когда ветер усиливается из-за боязни упасть на парус, что парус утащит надо за собой, мы помогаем себе держать тягу в парусе руками. То есть мы держим тягу и крючком, и придерживаем ее руками. Эта ошибка встречается не только среди новичков, которые выходят на глиссирование, а у 50% тех, кто катается уже давно, несколько лет. Эта ошибка не дает петле натянуться, петля то и дело соскальзывает с крючка, положение паруса все время меняется. В поисках точки опоры мы не можем никак расслабиться. То и дело падаем на парус, на порывах ветра, теряем контроль, когда ветер усиливается, и естественно не можем встать в петли. Как это исправить? Чтобы исправить эти ошибки, мы должны отработать первый навык. Самое главное, чему вы должны научиться, натягивать трапезионную петлю на всю ее длину, сделать петлю жесткой. И не давать ее ослабнуть на порывах и провалах ветра. Здесь вы должны понять, что петля остается одинаково жестко натянута, и когда ветер дует сильно, и когда тяга в парусе пропадает. А не так, что чем сильнее дует ветер, тем больше натягивается петля. Чтобы почувствовать, что петля натянулась, вам нужно научиться трем простым движениям. Запомните три простых движения. И применяйте их или все вместе, или по отдельности, в зависимости от ситуации. Итак, первое движение. Расслабьте пальцы рук, разожмите их, и упритесь ладонями в гиг. Так, чтобы мы отдалились от гига. При этом мачту важно оставить на том же самом месте. Не двигайте точку опоры, оставляйте ее вертикально над шарниром. Если длина трапезионных петель короткая, то мы не можем исправить эту ошибку. Руки будут все время находиться в полусогнутом положении, и мачта от этого будет подвижной. Второе движение. Подайтесь немножко грудью вперед, а таз отведите назад. Согните ноги в коленях и надавите всем весом на петлю сверху. Петля натягивается еще больше. Складывается впечатление, что мы хотим оторвать петлю. Мы опираемся крючком на петлю, нажимаем на него сверху. Петля натягивается очень жестко, и плечевой пояс становится продолжением паруса. Парус становится единым целым со мной. Чем сильнее натянута петля, тем проще контролировать точку опоры, мачту прямо над центром доски. Третье движение. Разверните бедра и плечи в четверть отборота от паруса по ходу движения доски. Чтобы петля была натянута боковой частью крючка. Переставьте переднюю руку ближе к трап-концам и выпрямите ее так, чтобы она служила распоркой между мачтой и передним плечом. Петля будет натянута максимально. Плечевой пояс прикован к гику и становится единым целым с парусом. Мне очень легко контролировать точку опоры на одном и том же месте, не давая мачте сдвинуться. Натянутая петля дает ощущение жесткости всей конструкции и целостности. Наши руки являются продолжением гика и паруса. То есть плечевой пояс является продолжением паруса. Если я делаю движение, то парус прикован ко мне. Он является одним единым целым. Мне очень легко контролировать точку опоры, мачту, ровно по центру и не сдвигать ее. Это дает мне ощущение контроля и позволяет расслабить все тело. Находиться не в стрессе, постоянно отлавливая положение тела и положение мачты, а расслабиться, найти точку опоры и направлять свои усилия в одну точку. Прежде чем идти на воду, я советую вам отработать этот навык на тренажере на берегу. Очень легко на тренажере почувствовать и понять основной принцип точки опоры на мачту и натянутую трапезонную петлю. После этого вы легко сможете развить это чувство и отработать навык в полной мере, выйдя на воду. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал и следующее видео будет еще интереснее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok